В эфире обзор событий за 17 июля, главные темы дня. В регионе устраняют последствия поводков. В Ангарске река смыла дачный дом, а сотни садоводов лишились урожая. Спорт и отдых под контролем. В округе проходят рейды по фитнес-залам и летним кафе. Не хватает рабочих рук. В Ангарске с выходом из карантина выросла база вакансий. В магазинах подорожали продукты, на чем сегодня экономят жители города. Иркутская область пережила очередные паводки. Резкий подъем воды вызвали проливные дожди. МЧС региона было вынуждено направить дежурные экипажи в Нижнеудинский, Усольский и Ангарский районы. Вода пошла на спад, а жители подсчитывают убытки. Это дом Валерия Качаева. Он принадлежит садоводу уже четыре года. За это время его участок в СНТ «Ясная поляна» не раз выдерживал нашествие большой воды. Каждый сезон дачник укреплял конструкции и боролся за свой дом как мог. Недавно постройку даже застраховал. Сохранить дачу садовод надеялся и в этом году. Но природа распорядилась иначе. К счастью, когда здание смыло в реку, семьи Качаевых здесь уже не было. Нас развозили кошки ночью с четвертого. Мы в четыре часа оттуда уехали. Вода уже где-то около метра поднялась к тому времени. Поэтому мы документы успели взять. Паника была маленькая. Кошек поймали. Кого поймали? А они на полусогнутых, ну, заполнили. Ну, коллег. Просто, так сказать. Спасибо им очень. Мы же не были уверены, что успеем выехать, там, прочее. Правильно, мы же не знали ничего. Шумели там в улицах и убили. Вот так садоводство выглядело накануне вечером. Улицы и огороды затопило. Дачники с ужасом подсчитывают убытки. Как минимум на половине участков СНТ уничтожен урожай. Свои дома 16 июля в спешке покинули 57 человек. Эвакуацией руководила оперативная группа и спасателей, и сотрудников окружной администрации. Выдана рекомендация садоводам покинуть по мере возможности свои садовые участки. В настоящее время работают по ряду садовод специалисты муниципального учреждения службы по вопросам ГУЧС. На ночное время будут выставлены патрули полиции для охраны имущества граждан. В своей беде жители Ясной Поляны не одиноки. Ежегодно от подтопления страдают дачные хозяйства и подъездные пути в СНТ «Надежда», «Ветеран» и «Сосновый бор». Накануне вечером в округе ввели режим чрезвычайной ситуации, а все экстренные службы были переведены в круглосуточный режим работы. По состоянию гидропоста на микрорайоне Китой у нас идет повышение плюс 20 сантиметров и сейчас составляет 337 сантиметров. Повышение по микрорайону Китой у нас еще планируется, это нормальное гидрологическое явление. Здесь понижение, к нам вода приходит, там идет повышение. Но так как здесь понижение началось, то в Китой тоже через какой-то определенный промежуток времени начнется понижение. Сейчас сотрудники МЧС продолжают следить за развитием ситуации. На 4 часа дня уровень реки Китой составлял 328 сантиметров. Вода из населенных пунктов отступает, а значит, режим чрезвычайно снимут уже сегодня. Проблема берегоукрепления в свете последних событий вновь стала для жителей округа одной из самых актуальных. Областная комиссия осматривала береговую зону в мае. Специалисты приехали по приглашению окружной администрации. К слову, мэрия Ангарска с 2018 года пытается добиться финансирования на защиту берега от негативного воздействия воды. Это полномочия субъекта, то есть Иркутской области. По итогам майского выездного совещания было принято решение составить предварительный план по строительству берегоукрепляющих сооружений. В поселке Хужир в результате штормов в Байкал попало топливо. Из-за сильного ветра пришвартованное у причала частное судно накренилось. Это привело к утечке. Ольхонская природоохранная прокуратура начала проверку. Специалисты взяли пробы воды и поставили на контроль ликвидацию нефтяного пятна. Причиненный ущерб устанавливается. Это одно из популярных заведений общественного питания города. Требования санитарной безопасности во время пандемии здесь соблюдают. Сотрудники работают в масках и перчатках. На входе стоят санитайзеры. Столы обрабатывают после каждого клиента. А это уже тренажерный зал. Сотрудник надевает маску, только увидев проверяющих. Однако рассказывают, что и здесь правилам защиты от распространения инфекции следуют. Почему? Ну, дистанция полтора метра стараются. Ну, вот они стоят. Ну, они парой пришли. То есть, как бы они зашли вдвоем. С какой периодичностью у вас обрабатываются помещения, тренажеры? Каждые два часа. Кафе, рестораны, спортивные клубы. В Ангарске проверяются ежедневно. На фоне роста числа заболевших COVID-19 это обязательные мероприятия. Специалисты отдела по торговле и общественной безопасности. Режим работы предприятий проверяют регулярно. Приезжают чаще всего без предупреждения. Да, большинство граждан как-то еще это не можем донести. Именно суть этих профилактических мероприятий. Ведь, несмотря на то, что на сегодняшний день составлено уже более 70 административных протоколов по статье 20.6.1, все-таки суть данных мероприятий несет информационное воздействие, чтобы люди понимали, в первую очередь они ответственны за себя, за свою семью. С меньшей степенью ответственности к безопасности клиентов относятся в салонах красоты и магазинах. На дверях таблички «Вход без маски строго запрещен». Но на эти предупреждения уже мало кто обращает внимание. А вместе с тем Ангарск вышел в лидеры по приросту заболевших коронавирусом. Диагноз подтвержден у 557 горожан. В Иркутской области ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов. Незаконный бизнес в Иркутске организовал индивидуальный предприниматель. В ходе следствия выяснилось, что к нелегальному бизнесу причастны еще пятеро жителей области. Установлено, что мужчины приобретали в интернете охолощенное оружие, которое предназначено для имитации выстрелов, и переделывали его в боевое. При обыске оперативники изъяли 25 огнестрелов и 500 патронов различного калибра. Оружие отправлено на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается. В Иркутске полицейские отыскали пропавшую 12-летнюю школьницу. Накануне заявления от родителей поступила в местную дежурную часть. Семиклассница ушла из дома. В поисках участвовали полсотни служителей закона. Обнаружить подростка удалось по звонку 18-летней девушки. Она сообщила, что девочка находится у нее дома. Мы ей предложили проводить ее домой. Она сказала, что нет, я не пойду. Затем мы ей говорим, что заходи тогда к нам, переночуешь у нас, а утром пойдем домой. А сегодня утром мы увидели в соцсети то, что ориентировка, и позвонили в полицию. Сейчас оперативники выясняют все подробности происшествия. Они совершеннолетние, и ее родителям предстоит неприятная беседа с сотрудниками ОДН. В Госдуме готовят законопроект, который регламентирует права работников, переведенных на дистанционный режим. Документ может обязать предприятие оплачивать своим сотрудникам расходы, связанные с работой по удаленке. Например, затраты на интернет и использование личного оборудования. В Ангарске, по данным Центра занятости на домашний труд, переведены 2713 горожан. Из них большая часть – административный персонал крупных производств. Например, бухгалтеры, сметчики. Между тем, ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. В Ангарске безработными признаны более 5000 человек. Впрочем, благодаря частичному выходу предприятий из карантина выросло и количество вакансий. Как практика показывает, и вакансии у нас тоже увеличиваются. Если мы возьмем прошлую неделю, то у нас на вакансии добавилось порядка на 100-200 еженедельно. То есть работодатели начинают открываться и требуются им рабочие, открывают дополнительные рабочие места. Либо старые, которые, может быть, прикрыты были. На сегодняшний день в Центре занятости Ангарской имеется более 5000 вакансий. Из них около 75% рабочие профессии – слесари, водители, сварщики и монтажники. Также требуются врачи, педагоги, продавцы, повара и официанты. Финансовые трудности и потеря стабильного заработка сказываются на покупательской способности жителей округа. А вот цены на продукты растут вне зависимости от наличия денег у населения. Цены изменились, но ненамного. На рис, гречку, геркулес. Здесь такие… Ну, ненамного. Где 5, где 10 рублей. Сэкономить на крупе можно, если сделать свой выбор в пользу весовой продукции. К примеру, любимая народом гречка в 900-граммовой фирменной упаковке обойдется в 107 рублей. А килограмм простой, расфасованной крупы всего в 65. Летом не уменьшается спрос на мясо. Возле прилавка с деревенской продукцией всегда есть покупатели. Здесь, по словам продавцов, ценами стараются не пугать. Допустим, у нас ребрышки, грудиночка, антрикоты стоят по 350 рублей. То есть лопаточная часть – 450 рублей. Есть лопаточная часть, где посточка увеличена, там 380 рублей. И задняя часть мякоти – 550. Что касается молока, то здесь все зависит от производителя и процента жирности. Ценник за 1 литр молока колеблется от 48 до 65 рублей. И, кстати, несмотря на лето, продавцы не жалуются на низкий спрос среди покупателей. В общем-то, ничего не изменилось. Даже, можно сказать, маленечко и получше стало. Ну, когда вот самый вот этот пик был коронавируса, люди как-то, надо сказать, больше, наверное, ели. Ну, ажиотажа не было, брали, все как всегда, там, по 300, по 200 грамм. Ну, шквала не было народу и безумных покупок тоже не было, чтобы мешками или булками хватали что-то. Повышение цен на продукты зафиксировал и Иркутск Стат. По данным Федеральной службы государственной статистики, подорожал мясной фарш, сосиски, мясные консервы, сливочное масло, сыр и шоколад. Сильно выросли в цене кофе, зеленый чай и какао. А вот творог, мороженая рыба и сырокопченая колбаса стали немного дешевле. Как правило, официальные данные сильно расходятся с мнением людей. Молочные вроде бы держатся, да, ценники так, рубль два. Ну, а мясные, там, деликатесы различные, на них, конечно, цены возросли гораздо. Все подорожало. Самые необходимые продукты стали дороже. Подсолнечное масло, там, масло обыкновенное, там, макароны, крупы, сахар, соль, мука. Ну, может, чуть выше стали. Чуть, наверное, выше, да. Состроение с прошлого года болезни. С весной. Все нормально так-то. Итак, средний чек в магазине вырос минимум на 20%. За набор продуктов, который раньше обходился человеку в 950 рублей, теперь придется выложить на 300-350 рублей больше. И, по словам ангарчан, одной тысячи рублей уже не хватит, чтобы положить в холодильник хотя бы минимум самых необходимых продуктов. Дожди скоро снова сменят солнечные дни. По данным Ангарской гидрометобсерватории, очередной антициклон принесет жаркую малооблачную погоду. Ну, на ближайшие дни больше таких ливней не ожидается. Еще завтра, послезавтра у нас небольшие кратковременные дожди будут. 20 июля уже без осадков. В ближайшее время ночные температуры, по обещаниям синоптиков, составят около 10 градусов тепла. А днем столбик термометра будет подниматься до 25 по Цельсию. В дальнейшем лето вновь станет более жарким. Таковы новости дня. Берегите себя и соблюдайте режим самоизоляции.